Дилия Никеева, сексолог, психолог, врач-пихиатр, профессор, президент Российской Ассоциации сексологов и автор книги Гея Лесбиянки. Когда книга Гея Лесбиянки в 2002 году вышла, я стала получать огромное количество писем и по электронной почте, и по обычной почте, и в самых разных формах угрозы от представителей секс-меньшинств, в основном от гомосексуалов. Лесбиянки почему-то не писали, они ко мне почему-то симпатично относятся. Да они, наверное, и не читали просто книги? Нет, они читали, и даже многим нравилось, и они говорят, что я очень женственная, я им нравлюсь, то есть угроз от Лесбиянки в мой адрес не было. Были угрозы в основном от мужчин, гомосексуалов, и оскорбительные письма, я даже, если я начну воспроизводить все слова, которые запикают просто, это будет на полчаса опиканье, честное слово, то есть я таких слов даже не знаю. Угрозы, самая страшная угроза была, ну мой адрес угрозы, ладно, это я пережила, это я как бы ничего не боюсь, я психиатр с большим сажем, я даже бешеных собак не боюсь. Самая страшная угроза была, когда пообещали похитить и изнасиловать гомосексуальным способом мою маленькую дочь. Ей в тот момент несовершеннолетнюю дочь, ей тогда было 12 лет. Значит, уголовщина? Да. Вы написали заявление в милицию? Да, я обратилась, но сначала, в тот же, когда я это письмо получила, в тот же день, с этого же дня муж начал провожать и встречать работы, но возможности нанять охранника у меня тогда не было, и мы не нанимали, и мы обратились, конечно, в связи с этим, и нашли этих людей, и угрозы не прекратились, но по крайней мере от дочери отстали. Но хотя бы угрозы были все такие толерантные, потому что у нас же толерантность... Нет, абсолютно психопатические, то есть я никогда не думала, что такая высокая концентрация среди любителей с нетрадиционной ориентацией гораздо больше. То есть это субкультуру в терпимости заподозрить службу? Боже упаси, нет, совсем, абсолютно нетерпимость вообще, есть даже такое понятие, которое ввел известный сексопатолог-психиатр Голланд, он назвал это гомосексуальным экстремизмом, то есть полная нетерпимость к любому другому мнению, кроме того мнения, которое высказывает гомосексуал. Вот норма и все тут, вот только так, все остальное проявление гомосексуально. Хорошо, ответьте, пожалуйста, терпимость. Я не задала вопрос. Итак, да, вы же даете вопросы? Итак, вопрос первый. Вы должны были быть терпимым. Не считаете ли вы, что в отношении... Нет, вопрос первый риторический, я на него вопрос не требую, я просто его озвучу. Почему в адрес моей семьи была проявлена агрессия? Я понимаю, что вы на него не ответьте, поэтому я уточню. Не считаете ли вы, что представители сексуальных меньшинств, ну, точнее, гомосексуалы-мужчины проявили дискриминацию по отношению ко мне натуралки и к моей дочери тоже натуралки? Ответ на эту грандиозную пламенную речь, которая была, это я вам посоветую просто обратиться в правоохранительные органы и там разберутся. Уже разобрались? Да, разобрались уже, привлекли, да, к ответственности там, вы же там за эту власть, там за это все, она вам там разберется, что вы ко мне-то обращаетесь? Вот, так вопрос, я пришла к тому, чтобы спросить вас... Я не генеральный прокурор, не министр внутренних дел, не президент, вы обращаетесь к правоохранительным органам, я вообще никакого отношения к этому не имею. Я спросила, считаете ли вы, я не говорю, чтобы вы приняли какие-то меры, считаете ли вы, что произошла дискриминация сексуального большинства сексуальным меньшинством? Я отвечаю вам на вопрос, вы сидите в этой шляпе и врете уже одну программу за другой, вы ходите, курсируете с одной программы на другую и лжете на каждой программе. Так, давайте, а следующий вопрос... И парика нацепила, то же самое, и врет в своем парике сидит. И не считаете ли вы... Лжец! Что вы оскорбляете женщину? Не считаю. Так, ответ получил. Не считаю. Считаете ли вы, что... Потому что вы лжете из программы в программу. Так, назовите, пожалуйста. Чучело. Извините, пожалуйста, но... Опа! В шляпе. Просите, просите. Теперь вы поняли, что... Да, извините. Я не хочу никого обидеть. У меня тут стояло два писателя, которые друг на друга ругались. Сейчас стоите вы, которые призывают общество к вам быть толерантным и терпимым. Вы общаетесь с женщиной так, что как после этого люди, которые смотрят передачу, проголосуют за вас, что вы были толерантны и терпимы. Ну, это, конечно, очень трогательно, но более чем странно. Продолжаем. Прошу вас. Ну, я, честно говоря, немножечко смущен происшествием. Николай Фрамов... Не было, чтобы на нашей передаче человек так себя вел по отношению к даме, даже Владимир Вольфович Жириновский, а затем, чтобы он уходил, ломая реквизит.